В предыдущем видео о системах впуска я рассказал общие принципы и положения, как что работает во впускном коллекторе. К сожалению, большинство людей, которые занимаются доводкой двигателей, как профессионально, так и любительски, ограничиваются только максимум доработкой впускного коллектора. То есть для них заканчивается впуск с началом дроссельной заслонки, если идет речь, допустим, о инжекторном двигателе. Но на самом деле впускная система состоит еще из некоторых элементов, а именно, хочу лишь привести пример. Рассмотрим систему обычную, ну допустим, для простоты сравнения. Это все подходит на систему с дросселем на каждый цилиндр, на карбюратор, общий или несколько, и на один общий дроссель на инжекторной системе. Но для простоты сравнения мы рассмотрим дроссель на один общий дроссель, как на инжекторных системах. Допустим, стоит дроссельная заслонка, дальше у него идет ресивер свой, ну и дальше вся впускная система пошла далее. То есть для многих заканчивается впускная система, то есть поставил ресивер, поставил дроссельную заслонку, и все. То есть считается, что больше ничего не надо. И как вариант, то есть как финальный, скажем так, аккорд всей системы, на дроссельную заслонку, либо прямо на дроссельную заслонку, либо на каком-то расстоянии, на каком-то патрубке, вешается фильтр нулевого сопротивления. Ну я их называю фильтр нулевой очистки. То есть на этом заканчивается вся доводка системы. Значит, на самом деле такая доработка вызовет более негативное влияние, то есть эффект будет негативный, чем если оставить штатную коробку с фильтром. Дело в том, что, кстати говоря, из японских исследований, то японцы стали первыми в массовом автопроме применять технологию эту. Вернее, не технологию, а более рационально использовать то, что есть. Значит, смысл заключается в чём? Когда осуществляется движение, то есть, ну или двигатель работает на каких-то частичных нагрузках, скажем на низких, на средних оборотах, дроссель, естественно, он открыт на какую-то величину. То есть он даже на половину не открывается, он там на какую-то небольшую величину. Вся система работает, то есть воздух поступает в систему. Ну, здесь делаем, допустим, раструб, чтобы было более так правильно. Всё работает. Расход воздуха небольшой, ну, точнее, не то, что небольшой, а если сравнивать с тем, что максимально двигатель может прокачать, расход воздуха меньше. Система работает. Если в этот момент резко нажать на педаль газа, и будет двигатель разгоняться, то есть мы полностью открываем дроссель, так в этот момент происходит следующее. Так как за дросселем, когда он фактически прикрыт, с одной стороны находится фактически атмосферное давление. Вот я обозначу буквой P1, допустим. За дросселем находится давление, ну, то есть так как там разрежение большое, то есть давление там значительно меньше, чем атмосферное. То есть P1, он значительно меньше, чем P2. Так? Вернее, извиняюсь, P1 больше. Вот, больше, чем P2. Так? В момент, когда резко открывается дроссельная заслонка, то есть давление, соответственно, начинается из течения воздуха в Новый Север, расход увеличивается. И в этот момент возле дроссельной заслонки создается большая зона, ну, как турбулентности. То есть, ну, и чтобы было проще представить, то есть, грубо говоря, низкое давление, которое только что было у вас в Ресивере, зона низкого давления, такое же низкое давление становится прямо вот на входе к дроссельной заслонке. При этом воздух поступает в заслонку, то есть, ну, соответственно, идет со всех сторон. Вот то, что окружает дроссельную заслонку, грубо говоря, то есть, идет со всех сторон сюда в воздух. То есть, со всех сторон заходит воздух. Если сюда, вот на это дело, поставить некий фильтр, так называемый нулевик, который обычно имеет что-то вроде такой прямоугольной формы, который состоит из разных там сеточек, сеточки, марлей, подобных там, подобных вещей, в этот момент происходит то, что при резком увеличении расхода воздуха, он-то состоит из всяких мелких, мелкой сетки между собой переплетенной. То есть, фактически, он, ну, если так сказать, очень грубо, то есть, грубо говоря, это поверхность с множеством маленьких отверстий, или дырочек таких, если быть проще, так сказать, выражаться. Но площадь-то этого фильтра, она маленькая, и если посчитать пропускную способность, вот всей вот этой вот части с маленькими отверстиями, то вы увидите, что пропускная, ну, общая, точнее, не пропускная, а площадь даже, вот взять, если общую площадь, то вот эта площадь, она не будет сильно больше, чем дроссельная заслонка. Плюс к этому разбитая на множество маленьких отверстий. Ну, если так грубо сказать, то есть, идет одна поверхность, там есть какое-то отверстие, потом там какая-то или марля, или что угодно может быть, там какая-то вторая сеточка, там третья. То есть, вроде бы оно и не создает какого-то, скажем, сопротивления, но тем не менее воздушному потоку приходится огибать все эти сеточки, то есть, проходить в одну, во вторую, в третью стороны, только после этого попадать уже к дроссельной заслонке, что является огромнейшим подпором для потребления воздуха. То есть, на низких, средних нагрузках это дело вы не почувствуете. Ну, то есть, когда дроссель открывается на какую-то часть, вы там какое-то сильное падение в мощности в этого не увидите. Но если вы будете на максимальных нагрузках, на максимальном режиме это дело гонять, то вы заметите, что максимальная мощность у вас пострадает. Кстати говоря, даже есть видео, меня кто-то скидывал ВКонтакте на стену, там где в Англии ребята гоняли автомобиль на стенде, они ставили нулевики, и на нулевиках автомобиль выдавал мощности меньше, чем на заводской системе с коробкой и с обычным бумажным фильтром. Все дело здесь заключается в том, что для обеспечения нормальной подачи воздуха, то есть, когда расход резко увеличивается. Помимо того, что сам фильтрующий элемент, ну, например, в частности, даже бумажный фильтр, или даже есть вместо бумажного фильтра эти нулевики, сам фильтрующий элемент является, ну, скажем таки, небольшим ограничением. Но самое главное препятствие здесь, то есть, не фильтрующий элемент, а должен быть ресивер, то есть, скажем так, некий объём, между, вот дроссельная заслонка, то есть, воздух идёт далее у нас в двигатель, то есть, пошёл ресивер, и впускные каналы пошли, и так далее, то есть, всё дело. Между дроссельной заслонкой и фильтрующим элементом, ну, нарисуем здесь у нас, допустим, будет теоретически стоять бумажный фильтр, некий такой, между вот этими вот двумя вещами должен быть достаточно большой объём коробки ресивера, так называемого, который будет выполнять роль амортизатора, ну, то есть, сглаживать вот этот вот эффект. Когда резко возрастает расход воздуха, первоначальный момент, во-первых, воздух, давление падает в самом ресивере, то есть, он забирает воздух из самого ресивера. И в то же время, так как объём ресивера-то большой, то есть, это сглаживает, скажем так, мелкую нехватку воздуха в самом начале, и так как ресивер большой, тут же заполняется он, то есть, грубо говоря, ему легче заполняться свежим воздухом, который проходит через фильтр. Будь это фильтр бумажный, будь это фильтр какой-то из фильтров нулевой очистки. Из японских исследований, они в одной книге писалось, что объём вот этого вот ресивера самый большой эффект даёт, тогда, когда объём его в 10 раз больше, чем объём двигателя. То есть, более 10 раз его увеличивать, в принципе, нецелесообразно. Но даже на серийных автомобилях, то есть, таких фильтров, вернее, не фильтров, а таких ресиверов, в принципе, нигде нет. То есть, ну, представьте себе, хотя бы в 10 раз, это двухлитровый двигатель, если взять, то вот этот вот весь ресивер, он должен быть 20 литров. Ну, канистра 20-литровая. То есть, её разместить просто под капотом негде. То есть, можно там сделать, ну, не обязательно же в виде какого-то прямоугольного, этого самого объёма. То есть, можно как-то его там более плоским сделать, всё, но всё равно этого никто не делает. Ну, обычно там 3-5 раз максимум делают ресивер. И весь этот ресивер его выполняют вместе с коробкой воздуха-фильтра. Причём, хочу заметить, на большинстве автомобилей, когда идёт установка фильтра, ну, в частности, даже на вазах, ну, может, ваза не сильно удачный пример, но, тем не менее, имеет место быть. То есть, если рассматривать систему, допустим, нарисуем фильтр, который вкладывается в коробку, сам фильтрую, ну, бумажный фильтрующий элемент, штатный, то нижняя часть относительно небольшая, и идёт заборник воздуха из атмосферы. А верхняя часть выполняется чуть больше. То есть, таким неким объёмом. В основном на иномарках можно подобное дело заметить. То есть, и вот эта вот вся, грубо говоря, ёмкость, вот эта вот вся ёмкость, она используется как ресивер. Ну, единственное, что я нарисовал немножко так, ну, скажем, более наглядно, то есть, объём значительно отличается. А на некоторых автомобилях, то есть, ну, объём верхний чуть больше, естественно, но, там, скажем, меньше, где-то вот на такую величину. Что, в свою очередь, даёт очень хороший результат на переходных режимах. Из личного опыта скажу так, что я себе на Жигуле делал нечто подобное, на карбюратор, и эффект был очень заметный. То есть, я сначала гонял его с обычной коробкой фильтра, ну, то есть, вот круглый жигулёвский фильтр, штатный. Потом я сделал свою систему, и эффект был очень заметный. Причём, эффект наблюдался. Самое главное в чём? Дело не в том, что двигатель стал развивать в пике больше мощности. То есть, там, ну, грубо говоря, у него там стало на 10 лошадей больше, там, или что-то в этом роде. Нет. Пиковая мощность, в принципе, та же самая, как была, так и осталась. Ну, может, там на лодну лошадь, там и выросла. Не знаю. Но, самое главное, что на переходных режимах разгон у него стал более увереннее и более, то есть, отзывчивее он на педаль газа стал. Именно со средних, допустим, до высоких оборотов. Особенно чувствуется вот прирост от этой системы на оборотах, там, за 3-3,5 тысячи. То есть, когда двигатель имеет уже большие обороты, то есть, он может прокачивать большое количество воздуха, ну, относительно, в этот момент вы двигаетесь с частично прикрытой дроссельной заслонкой, то есть, поддерживается какая-то скорость. И потом, в этот момент резко нажимается полный газ, то есть, даётся доступ полностью, то есть, что он может прокачать, и он начинает разгон. Вот в этот момент чувствуется прирост от этой системы. Сразу же хочу ответить на вопрос, который обязательно, я думаю, появится, который касается того, что можно ли, допустим, ну, вот показывает, как говорится, в интернете, где же это ещё можно взять, что-нибудь сделать, вот тоже, учитывая все вот эти вот вещи, допустим, без фильтра. Будет ли лучше ездить без фильтра, или там, без коробки вообще? Значит, отвечая на этот вопрос, сразу же скажу, что будет значительно хуже, если вы фильтр вообще на дроссельную заслонку ставить не будете, потому что эффект заключается здесь не только в подаче воздуха, то есть, я объяснил вначале часть того, что если поставить фильтр нулевого сопротивления, то он собой будет подпор давать на больших оборотах, причём, проверено это и мной на практике уже не раз я это дело замечал. Второй вопрос, то есть, можно ли без коробки ездить? Значит, смотрите, дело тут не только в том, что коробка-ресивер выполняет роль накопителя воздуха, но ещё эта коробка выполняет роль, ну, если можно так выразиться, стабилизатора потока, то есть, воздух, который попадает в эту коробку, он дальше этой коробки никуда не уходит, то есть, здесь, конечно, нету, грубо говоря, такого застоявшегося воздуха однородного, то есть, тут, естественно, есть какое-то движение воздуха, оно в любом случае будет, но, по крайней мере, оно не распространяется куда-то дальше коробки. Если же оставить просто дроссельную заслонку без коробки, без ничего, то в любом случае, в движении, особенно, там, хотя бы, даже, там, после 60 км в час, как минимум, воздухом двигатель будет обдуваться в любом случае, и потоки, ну, грубо говоря, ветер, сквозняк и тому подобное, которые будут проходить мимо дроссельной заслонки, будут значительно ухудшать наполнение, которое могло бы быть, потому что, ну, представьте себе, то есть, вы двигаетесь, и с одной стороны на заслонку всё время дует какой-то, ну, скажем, сквозняк, грубо говоря, и с одной стороны, естественно, у него будет, даже если тут расположить раструб, всё сделать, то есть, в любом случае, какая-то часть потока будет в каком-то месте срываться, иметь срыв, соответственно, если она, и эффект того, что будет срываться, будет очень ощутимый, соответственно, особенно, чем больше скорость, тем больше эффект вот этого вот сквозняка, то есть, он воздух захватывает, возникает и так, возле раструба турбулентность, грубо говоря, и плюс ещё какой-то сквозняк, то есть, воздух, который идёт хаотично, всё это дело под разным направлением, соответственно, наполнение будет хуже. Всё то, что я рассказал, можно проверить, грубо говоря, не отходя от кассы, если так проще сказать, в принципе, на любом автомобиле, штатном, то есть, для того, чтобы проверить вот эту вещь, для этого не надо ничего не прошивать в двигателе, ничего не менять, то есть, если у кого-то есть желание, вы можете просто сначала, допустим, на штатной системе разогнаться, причём я хочу ещё раз заметить, то есть, смотреть вот это дело, можно, допустим, разгон от 0 до 100 км в час, но самое важное будет, будет именно хороший эффект, это если вы будете пробовать разгон, скажем, на третьей передаче, там с 70 км, там до 110, допустим, в зависимости от того, какая трансмиссия, там, или с 80 до 120 пробовать разгон, вот именно переходные режимы, со средних до высоких оборотов, то есть, на штатной системе погоняйте, можете её убрать, один раз проехать без фильтра, без ничего, если погода будет сухая, то, в принципе, по трассе ничего не сделается, ничего двигателя от этого не будет, то есть, полностью без фильтра, можете нулевик поставить, и погонять автомобиль, вот, и посмотрите, какая будет у вас разница, и потом можете, ну, это, конечно, чуть более сложнее, сделать какой-то некий такой ресивер, серый, самая большая сложность вот этого дела, это расположить его в подкапотном пространстве, исходя из этого, системе уделяется повышенное внимание, хочу также, ну, ответить на вопрос, который обязательно появится, иногда часто в интернете показывают, когда делают, например, 4 дросселя на автомобиле, и выставляют их без фильтра, без ничего, то есть, просто по ходу движения, то есть, вперёд, и считается, что система будет работать в самом-самом оптимальном режиме, так вот, на самом деле, система работает далеко не в оптимальном режиме, то есть, даже, ещё хуже, чем подобная система с фильтром нулевой очистки, то есть, он хоть как-то поток может направить, а там, когда дросселя торчат просто по ходу потока, то есть, большой, грубо говоря, сквозняк, потоки разных, потоки в самом различном, на разном направлении, в итоге получается наполнение очень плохое, вот, поэтому, как и на дросселя, как и на обычную систему, важно ставить всё это дело в свой ресивер, чтобы это было, был он и накопителем, и в то же время ограничивать разных ненужных потоков, всего остального, вот этому, к сожалению, никто не уделяет внимания, хотя, вроде бы, на первый взгляд, система простейшая, но в то же время эффект, то есть, если от её отсутствия, и от её применения эффект, разница очень большая, то есть, там в минус, там в плюс. На этом пока видео я заканчиваю, в следующем видео должно быть более детальное пояснение остальных механизмов работы всей системы газораспределения.